Всем привет! Сегодня мы поговорим об аренде транспорта в Таиланде. Для начала давайте начнем с аренды автомобиля, ведь здесь в Паттайе мы столкнулись с трудностями в передвижении. Почти все достопримечательности находятся в относительной удаленности от города и добраться туда достаточно сложно. Например, нам недавно нужно было попасть в тигриный зоопарк в городе Сироча. Добраться до него оказалось проблематично. Общественный транспорт туда не ходит, на такси ехать получается достаточно дорого, с экскурсией ехать вообще бесполезно, ведь вы не успеете посмотреть все, что там есть. А на своем байке ехать 50 километров от города по шоссе как минимум небезопасно. Остается только арендовать машину и отправиться в мини-путешествие, что мы и сделали. По гуглив в интернете варианты аренды я опять столкнулся с проблемой. Машины сдают в аренду только от трех дней. Нам она нужна была лишь на сутки, а платить за три дня, чтобы она стояла остальные два, не хотелось. И тут у меня проснулась блогерская хитрожопость, и я написал в три разных компании о просьбе сдать нам машину на сутки, а взамен мы укажем их сайт в описании к нашей поездке в зоопарк. Две из них ответили достаточно грубо и неуважительно, а парни из MaxCarRental предложили нам немного больше. Они дали нам в пользование машину на целых два дня абсолютно бесплатно, а мы лишь оставляем ссылку на них в нашем ролике. Такой подход к своей работе мне определенно понравился. Может быть и реклама им не нужна была, но парни современные не видят в этом ничего плохого. Поэтому я лично хотел бы отблагодарить парней и оставить на них ссылку в описании к этому ролику. У них множество вариантов автомобилей, все машины чистые, свежие. Если необходимо, и детское кресло вам поставят, и в аэропорт Бангкока подгонят, но это уже за отдельную плату. Пока вы переходите и смотрите цены, я расскажу вам, какие мне документы понадобились, чтобы арендовать автомобиль. Всего лишь паспорт и водительское удостоверение. Осмотрели автомобиль, внес депозит в 5000 бат, забрал ключи, вот и все. Немного инфы по мелочам. Все машины у ребят застрахованы, можете не переживать. Однако существует так называемая франшиза для легковых автомобилей 5000 бат, для остальных 7000 бат. Что такое франшиза? Страховая франшиза это максимальная величина вашей ответственности за арендованный автомобиль. То есть если вы повредили автомобиль, максимально, что вы заплатите, это 5000 бат. А если там какие-то царапины, то и вовсе копейки. Есть вариант взять машину с полной страховкой, без франшизы. Это вам будет стоить просто немного дороже. Для аренды автомобиля достаточно и национальных прав вашей страны. В случае ДТП они являются действительными для страховой компании. Однако все советуют получить международное водительское удостоверение в связи с участившимися претензиями со стороны тайской дорожной полиции. Насколько вы знаете, мы арендуем небольшой байк для передвижения. Этот вид транспорта заставил полюбить себя миллионы людей, особенно в азиатских странах. Здесь, в Таиланде, байк есть практически у каждого. На нем легко передвигаться в потоке по городу, круто гонять по горным дорогам на островах. И вообще, кто хоть раз пробовал на нем передвигаться, не останется равнодушным. Арендовать байк в любой точке Таиланда не составит труда. Это можно сделать как в офисе уже локально, так и на специальных сайтах и группах ВКонтакте и Фейсбуке. Разница будет лишь в том, у кого вы арендуете. Если это тайцы, то, как правило, они берут ваш паспорт в залог и еще несколько тысяч бат. Если это иностранцы или наши соотечественники, то тут немного проще. Копии паспорта будет достаточно. Цены тоже у всех разные. Все зависит от сезона, длительности аренды, ну и от модели, конечно. Немного цифр при аренде байка на месяц. Хонда Клик 110 будет стоить вам от 1700 бат. А модель 125 с более мощным движком и свежим годом обойдется уже от 2500 бат. Хонда PCX 125 можно найти от 3000 бат. А модель 150, опять же, более свежую от 4000 бат. Есть еще множество моделей. От необычного Хонда Зуммера до мощного максискутера на 300 кубов Хонда Форза. Зуммер находится в одной ценовой категории вместе с Хонда Клик, а Форзу можно найти от 6000 бат в месяц. Что касается прав на управление. На островах зачастую полиция вовсе закрывает на это глаза. Все понимают, что туристы приехали на отдых и они не будут заморачиваться с получениями тайских прав. Поэтому главное одеть шлем и вести себя на дороге аккуратно. Если вас все же остановили, то вы можете предъявить права своей страны. Например, такие. Я погуглил на основании 41 статьи Венской конвенции о дорожном движении, которую подписало 69 стран, в том числе и Таиланд. Ваше национальное водительское удостоверение действует, особенно если оно выдавалось после 1 марта 2011 года. Однако по факту эта статья мало где работает в Таиланде. То ли по незнанию самих полицейских, то ли по желанию заработать на туристах лишнюю копейку. На Самуи за 2 года жизни нас тормозили 2 раза и оба раза за шлемы. Последний раз полицейский даже права спросил. Я показал ему свое водительское удостоверение, он спросил, это международные? Я сказал да и показал ему надпись. Драйвл лайсенс. На этом вопрос был закрыт. Однако сейчас мы находимся в Паттайе и здесь ситуация абсолютно другая. Паттайе здесь всегда на страже дорожного движения. Они стоят и выискивают злостных нарушителей, дабы пресечь ваше нелегальное передвижение. За 2 месяца в Паттайе я лично получил 2 штрафа по 400 бат. И на мои права даже смотреть никто не стал. А про Венскую конвенцию спрашивать вообще было бесполезно. Да и мое время мне дороже. В общем так и живем. В центр на Туктуке по городу передвигаемся с опаской. Но я уже начал делать тайские права и надеюсь этот кошмар скоро закончится. На этом у меня все. Еще раз напомню, что ссылка на аренду автомобиля у Max Car Rental находится в описании. Если вам понравился данный формат и вас интересуют еще какие-то темы, предлагайте их в комментариях и я обязательно сделаю видео. Всем пока!